Божа здоровья, шановные украинцы. Желаю здоровья, уважаемые украинцы. Сегодня завершается первая неделя новой весны, и важно сделать несколько содержательных акцентов о том, что именно удалось сделать за эту неделю. Сделать для Украины. Состоялась масштабная конференция с участием многих наших партнеров, юристов Украины, всей Европы и мира. United for Justice. Объединенная ради справедливости. Шаг за шагом мы идем к тому, чтобы обеспечить полную ответственность государство-террориста, засадеянное против нашего государства, против наших людей. Должны быть наказаны все российские убийцы, каждый организатор этой агрессии, все, кто любым образом обеспечивает войну против нашего государства и террор против наших людей. И это не просто какая-нибудь мечта о справедливости. Это работа, которая уже ведется. Это договоренности, которые мы уже достигаем. Это институты, которые уже работают и будут работать еще активнее ради восстановления справедливости, ради наказания виновных и агрессии. Мир достаточно силен, чтобы наказать Россию за войну. И мы дадим миру смелость и достаточный инструментарий, чтобы наказание произошло. Еженедельно укрепляется уверенность в этом. И я благодарю всех наших партнеров, которые помогают строить сеть юридического взаимодействия, чтобы соответствующие приговоры все же прозвучали и были реализованы. Второй важный результат этой недели – это энергетика. Это начало подготовки к следующему отопительному сезону. Уже сейчас мы прорабатываем все сценарии и делаем все, чтобы подойти к следующей зиме, готовыми к любой угрозе. За полгода наши энергетики, члены правительства, сектор безопасности и обороны и все, кто вовлечен в выполнение соответствующих задач, должны сделать вполне конкретные вещи. Усилить защиту энергообъектов, восстановить инфраструктуру, которая была разрушена российскими ударами за прошедшие полгода. Дать больше возможностей нашим людям в рамках проекта децентрализации энергосистемы, чтобы люди могли на своей частной территории, на своих частных объектах генерировать и поставлять электричество. Эта большая работа, она уже началась. Третий результат, который хотелось бы отметить – международные отношения. Обновлены контакты на высшем уровне с Бразилией, говорил с новым президентом Швейцарии, а еще Нидерланды, Латвия, Эстония, Европарламент и другие структуры Евросоюза. Со всеми ими за неделю есть новые договоренности, новое движение к нашим общим целям, новый потенциал сотрудничества. И, конечно, эта неделя – очередная неделя, когда наши воины и каждый и каждая, кто помогает защищать государство, приблизили украинскую победу еще больше. Отражали штурмы, уничтожали оккупанта, взрывали вражеские позиции, логистику, охраняли наши границы и города. Я благодарю каждого и каждую, кто сейчас в бою. Спасибо всем, чья жизнь дает спасение жизни Украины. Особо отмечу и сегодня за храбрость, стойкость и несокрушимость сражающихся на Донбассе воинов. Одно из самых трудных сражений, мучительное и трудное. 93-я отдельная механизированная бригада «Холодный яр». 77-я отдельная аэромобильная бригада. 56-я отдельная мотопехотная бригада. 5-я отдельный штурмовой полк. Еще наши нацгвардейцы, пограничники, 3-я бригада оперативного назначения нацгвардии, Донецкие, Луганские, Краматорские пограничные отряды и сводные отряды, Дозор, Волынь, Чернигов. Спасибо, ребята. Благодарю всех армейцев, гвардейцев, пограничников, которые защищают наше государство на Бахмутском, Угледарском, Авдеевском, Северском, Сватовском, Лиманском и Запорожском направлениях. Спасибо и каждому волонтеру, который помогает нашим ребятам сохранять стойкость. Спасибо всем нашим врачам, медицинским сестричкам, которые спасают жизнь и здоровье наших бойцов. Уже готовим и новую неделю. Будут новые результаты для Украины. Выстоим, выгоним оккупантов, накажем их. Украина победит. Слава Украине!